хорошая новость ребята теперь кроме инстаграма у канала еще и появилась группа вконтакте заходите вступайте задавайте свой вопрос и просто общайтесь всем привет ребята вы на канале собер vision сегодня у нас будет обзор новой колонии которая у меня появилась это диакама ругусу этих муравьев я приобрел в одном из магазинов вместе с формикарием и ареной хотела и купить их отдельно но продавец не стал их переселять так как они уже слишком сильно расплодились и в пробирку уже не помещались пришлось приобретать эту колонию в полном комплекте с формикарием и ареной хотя и формикарий для них у меня уже был готов вот он перед вами я думаю в этом формикарии они могли бы хотя бы развиваться первое время декор арены вы уже видели в предыдущем видео поэтому я скажу несколько слов о самом формикарии в принципе мне он нравится в магазине для них делали защиту из красного пластика так как муравьи плохо видят в красном спектре и поэтому для них эти камеры затемнены они себя там чувствуют более комфортно и лучше развиваются когда формикарии уровень влажности падает они перебираются все на гипсовую основу которая более влажная в общем это достаточно удобно всегда знаешь когда пора увлажнять этот формикарий ну как все диакаммы они очень любят гадить прямо в своем гнезде с этим тут ничего не поделаешь теперь давайте более подробно остановимся на самих муравьях диакаммы ругасун обитает в тропической азии и австралии этот вид включает тебя около 25 под видов которые различаются только микроскопическими деталями это довольно крупные муравьи их размер варьируется от 8 до 12 миллиметров интересной особенностью диакамм является отсутствие явно выраженной матки роль матки в таких колониях выполняет оплодотворенный рабочий такой рабочий называется гомергат от остальных рабочих его отличают только зачатки крыльев которые называются гемами эти гемы вырабатывают специальные гормоны которые влияют на поведение этого рабочего и привлекают самцов такой муравей откладывает яйца единственной в этой колонии для сохранения своей доминирующей функции он отгрызает гемы конкурентом в колонии если рабочий случайно остается с гемами он может спариться с самцами и основать новую колонию окрас у муравьев достаточно интересный несмотря на то что они черного цвета однако в солнечном свете приобретают сизый оттенок это происходит потому что у них есть небольшие коричневые волосики которые покрывают тело диакам яйца которые откладывает гомергат находятся небольших пакетах у рабочих в мандибулах через некоторое время из яиц появляются личинки они достаточно подвижные и имеют хорошо выраженную шею диакамы хранят такие личинки в одном месте либо держит их мандибулах дальнейшем они засыпают их песком а в условиях формикария как у меня они засыпают их кокосовым субстратом хотя и песок я также формикарий положил но они почему-то его не трогают достаточно им видимо кокосового субстрата это необходимо для того чтобы личинка смогла сплести себе кокон коконы имеют темно-коричневый цвет хотя в только после того как личинка сплела кокон он достаточно светлый коконы практически всегда находится в челюстях у рабочих примерно через месяц коконы созревают и после этого рабочие достают уже нового муравья диакамы образуют колонии численностью от 50 до 400 особей они гнездятся в земле устраивая там 35 камер на глубине около шести сантиметров гнездо имеет один вход который окружен земляной насыпью и хорошо охраняется фуражируют они в основном по одиночке при нахождении живой пищи нападают на нее и активно пускают ход свое жало если жертва крупногабаритная то они возвращаются за помощью в гнездо и доставляют пищу небольшой группой для содержания этих муравьев советуют использовать гипсовый или акриловый формикарий больше всего подойдут горизонтальные формикарии на 5-6 камер температура содержание 25-29 градусов влажность около 60-90 процентов что касается кормления то кормить их необходимо живыми или мертвыми насекомыми они хорошо пьют сироп и любят различные фрукты например я даю им грушу или личи зимовка им не нужно так как это тропический вид ну что на сегодня небольшой обзор диакам подошел к концу следующих видео про эту колонию вы увидите кормление диакам различным видом живого корма всем спасибо за просмотр не забывайте подписаться и пока пока до новых встреч до новых встреч